Всякий с плашкой на агента надеется или рассчитывает на что-то в рейхе, а иначе зачем добровольно ходить с желтой звездой? Вот это иноагент, это метка под лицам. Кто ее носит, это метка под лица, потому что это понятно, что если человек, не находясь в России, вешает себе добровольно эту плашку, значит, он просто боится потерять там недвижимость акций или что-то еще. Или просто он в командировке находится от Федеральной службы безопасности. Ну, извини, я не могу с тобой согласиться. Я начал смотреть видео, человек записал концерт Марка Фейгана в Тель-Авиве, выступление его, где он говорит, я уверен, не он один, открывает выступление с заявлением, что я иностранный агент, и зал бурно аплодирует. Я, кстати, не думаю, что у Фейгана что-то есть на самом деле, я думаю, что он это говорит скорее. Ну, опять, я же не знаю, я в душу не лезу никому, но это уже стало таким не смешным анекдотом, понимаешь? Ну, это не смешной анекдот, и я могу Марку передать, если ему интересно, со стороны. Это не смешно. Это анекдот для быдла такой, да, это такой г-г-г-г-гать, да, вот в кругу умственно отсталых. Но среди серьезных людей никто не обернется на это словосочетание, и как шутка это не прокатит, и как ни шутка не прокатит. Ну, вот это же, как спросили вот у этой медузы Тимченко, которая там присосалась к этой несчастной прекрасной Латвии, вот, слава богу, дождь отсосался, а она вот сосет до сих пор там. Значит, у нее спросили украинские журналистки, а почему вы эту метку, вы же в Евросоюзе находитесь, зачем вы эту метку? Она говорит, ну, у меня у сотрудников ипотека в Москве, вы же понимаете? Ну, да. Ну, у нас Мариуполь, а у них ипотека в Москве. Это два мира, которые не пересекаются. И один из этих миров должен перестать существовать. И я даже знаю, какой перестанет существовать. А дальше в путь. Что хотите, то и делайте. Любые ваши танцы с бубнами, с балалайками, это ваше личное дело. Вас не будет просто. Все. Иногент – это метка под лицо. Гонопольский тоже выставил на последнее видео с Айдером. Вот зачем? Не спрашивайте меня про это. У меня нет объяснений. Вот я не просто... У меня на голову эти вещи не налазят просто. Ну, честно. Спрашивайте у тех, кто это носит. Вот я не знаю, как это еще комментировать. Простите меня ради бога, но... Мне кажется, это в худшем случае желание сохранить какие-то ресурсы свои. В худшем случае. Вернее, в лучшем. Нет. В худшем или не в худшем. В худшем случае. А в лучшем случае это просто плохой вкус. Когда человек думает, что это смешно. Что это как-то играет где-то. Это как я сейчас... Давай начну. Но я террорист. Меня Россия объявила террористом. У меня приговор. Шесть лет, кстати, у меня вот был приговор. Мы это не успели отметить еще с тобой, да? Вот. Меня приговорили заочно к шести годам решения свободы за призывы террористической деятельности. По нормальной статье. Не по какой-то там иноагент, который никаких санкций не предусматривает. Вот. А по нормальной статье, да? Они объявили меня в розыск в Интерпол еще в 20... Нет. В 20-м году. Интерпол их нахрен послал. Еще до полномасштабного вторжения. Я что теперь должен? Татуировку себе на лбу сделать террорист? Потому что какие-то гандоны там провели какой-то суд? Я же... Ну, мне это не смешно. Это в моем эстетическом мире. Такие шутки не прокатывают. Это шутки для быдла. Они мне не подходят вообще. Ну, да. Это интересно, потому что я вот помню, что вроде бы Марк это сказал. Ну, да. Ну, да. Ну, да.